Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад приветствовать вас на канале «Радость моя» и постараюсь ответить на вопросы, которые приходят на сайт «Закон Божий». И вот некоторые вопросы касаются проблемы эзотерики. Это очень популярно сейчас. Вот я попробую ответить на несколько вопросов. Раба Божий Елена спрашивает. Я лечу людей с помощью рейки, божественной энергии, идущей через руки. Призываю Иисуса Христа или Богородицу или положительных ангелов для лечения человека. Что скажете на это? Прошу совета. Видите ли, Леночка, такие страшные времена мы живем? Хотя это всегда было. То, что лечат руками, это называлось, по-моему, хиромантией или что-то в этом роде. Это тысячи лет все это известно. Идет это с глубокой древности, поскольку лукавый никогда человечество не оставлял в покое. Как в Писании написано, сатана редится в ангела светло. Так что все это, вот все эти игрушки с посвосторонним миром, а именно вот такая темная сила навязывается нам. Вот лучше никаких отношений с ней не иметь. Это кончится очень плачевно для вас. Так что, если просите моего совета, то я вам советую это дело прекратить. По крайней мере, пойдите в храм и поговорите со священником лично. Вот как-то подробно, может, вы там не согласны с тем, что я сказал. Но вот поговорите с священником, чтобы действительно убедиться в том, что... Ну, вот как мне кажется, это не полезные практики духовные. Почему церковь не принимает целителей? Ведь раньше и про ученых говорили, что они от лукавого. А они подвергались гонениям. Может быть, церкви стоит пересмотреть свою позицию? Видите ли, я что-то плохо знаю про ученых, которые подвергались гонениям. Я думаю, что известен печальный пример Джордана Бруно. Но, во-первых, он жил в бурную, переломную эпоху, когда протестантизм распространялся по Европе. Во-вторых, он действительно проповедовал нечто, что не согласуется со священным писанием. И вот пострадал он от руки протестантского народа, не православной церкви или даже католической. А больше я не слышал. Церковь очень широко смотрит на науку и понимает огромную пользу, огромное значение, которое она приносит. Другое дело, что в наше время достижения науки могут безнравственными людьми использовать в безнравственных целях. Но это всегда любое средство можно использовать или во благо, или во вред. Это что касается науки. А целители – это совсем другое. Это совсем другое. Это люди, которые получают какие-то возможности, но они обращаются к силе темной. Хотя, может быть, им это так и не кажется. Но в Священном Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, если вы внимательно будете читать, вы найдете, как святые мужи, апостолы, например, негативно относились ко всяким таким проявлениям. Так что целительство, если оно опирается на какие-то оккультные основы, совершенно недопустимо. А Господь может людей исцелять, и такие случаи бывают. Но для этого надо быть и верующим человеком, и церковным человеком, и прибегать к таинствам церкви. И вот в моей не такой уж большой практике, но вот как-то меня пригласили крестить умирающую старушку. Она просто уже умирала. Лежала на постели. Вот я ее крестил. И хотя она была приговорена, она прожила еще несколько месяцев. Два-три месяца, может быть, больше. И вот прямо-прямо перед самой кончиной она еще раз причастилась. То есть вот у нее такая кончина блаженная. Вот Господь продлил ее жизнь на несколько месяцев, чтобы она могла и покаяться, и причащаться, и с Богом в душе отошла ко Господу. Так что такие чудеса бывают, и будут, конечно, более яркие чудеса. Я просто из своей практики привел. Но, повторяю, они совершаются внутри церкви. Все, что вне, это очень и очень нужно проверять, потому что, скорее всего, это что-то связанное с таким темной духовностью. Как православие относится к биоэнергетике? Есть ли в православии понятие энергия как Духа Божьего, и чем оно отличается от понятия энергии в биоэнергетике? Подскажите хорошую литературу, где можно почитать об этой проблеме. Вот очень хороший вопрос. В православии понятие божественной энергии разрабатывал великий и святой Григорий Палама. О нем очень много, очень хорошо писал наш русский богослов Иоанн Мейндорф. Поэтому, если вы обратитесь к их произведениям, то сможете многое понять и воспринять. Слово «энергия» вошло в богословие еще на заре первого тысячелетия. Сам Григорий Палама жил в XIV веке. И оно вошло в такой богословский обиход гораздо раньше, чем оно вошло в обиход физический, или вот такой наш практический бытовой обиход. Так что это слово богословием используется с глубокой древности. Что такое биоэнергетики? Если вы хотите всерьез разобраться с этими понятиями, они в православном богословии обсуждались и продолжают обсуждаться. И это будет очень для вас полезно и для вашего образования, и для такого духовного возрастания. Помоги, Господи! Теперь я постараюсь кратко ответить на несколько вопросов. Евгений спрашивает. Мою сестру крестили в православном храме с именем Констанция. Когда бываем в паломнических поездках по святыням России, у нас не принимают записок с этим именем. Как нам быть? У нас в Молдове это обычное православное имя. Я думаю, что укажите в скобочках, что это молдавское имя. Вот иногда приносят нам записки из Грузии, там имена которых в нашем местословии нет. Ну и просто поговорить, свершниться, объяснить, что это крещённый человек, но только имя молдавское. Один человек, который называет себя целителем, сказал, что на мне порча, но я не поверила. Как себя вести, когда тебе такое говорят? Спрашивает раба Божия Ольга. Вот за всю свою практику я ни разу не сталкивался, чтобы целитель сказал, что нет порчи. Всегда говорят, что она есть. Так что вы не поверили и правильно сделали. Ну и лучше не ставьте себя в такие условия, просто не ходите там, где есть целители, и не заговаривайте с ними. Как правильно пользоваться маслом Матроны Московской? Светлана, так же, как и любым другим. Помазать лоб, помазать, допустим, какое-то больное место. Так, крестообразно. Вот и всё. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, присылайте ваши письма на сайт Закон Божий. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Господь с вами. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...